С точки зрения исламских знаний, например, с точки зрения Курана, давайте на Куран, как и слово. Вот наши конкурсанты выезжают, например, скажем, на международный уровень, там, представляют Россию. Конечно, уровень очень слабый у нас по Курану. Я даже, когда сам судьей был, мы смотрели, то есть основная у нас проблема, знаете, в чем, вот даже с шейхом, когда мы общались, в нашей часы Курана вроде есть красивые голоса, таджвит, махардж-ль-хуруф, произношение букв, но проблема у нас есть в фель-вокхе, в остановке, то есть если мы на одном где-то аят, то есть нам дыхания не хватит, мы останавливаемся, мы должны понимать, можно ли там останавливаться или нет, чтобы не исказить смысл. Это бывает же, как там это казнить нельзя, помиловаться, то есть не там сделал запятую, смысл изменился. То же самое вот у нас вот бывает, вот почему это означает то, что у нас, как бы, мы берем одно что-то, то есть мы берем там красивый макам голоса, стремимся, чтобы красиво читать, где-то произношение букв, да, там, стараемся выговорить, но смыслом мы не вникаемся, тем самым мы, как стихотворение читаем, или бывает, чтецы наши Кураны читают и плачут в аятах, где халяль или харам, то есть это не те аяты, где там заставляются, там, когда наш шейх, шейх Адель Кальбани рассказывал, когда в Рамадане мы весь Куран читаем хатам, читаем сурату Аль-Бакара, все люди спят, потом Аль-Имран, потом Аль-Ниса, потом Аль-Ма'ида, Аль-Ан'ам, все эти суры, которые идут, там вопросы фикха, халяль, харам, дозволено, недозволено, когда заходят суры Аль-А'рав, обитатели рая, обитатели ада, все начинают просыпаться и плакать, а у нас, то есть не из-за того, что мы не понимаем Куран, а просто он у нас на языке, как стихотворение его читаем, большинство, я не говорю, сейчас уже Аль-Хамдуллина начали изучать, но большинство, не понимая Куран, и делают акцент не в тех местах, где нужно это делать, тем самым люди не понимают, почему тут плачут все с Курана, когда вопрос тут в аяты талаха, например, в аяты никяха, например, там и так далее, то есть вот эти вот вещи, я бы к чему это все, к чему это все говорю, то что у нас на сегодня, я так считаю, что нужно повышать именно базу, то есть нужно стараться, то есть у нас, когда Аллах описывает неверующих, они говорили всегда, мы услышали и ослушались, верующие говорили, мы услышали и подчинились, а на сегодняшний день мусульмане в таком положении живут, услышали и остановились, то есть у нас на сегодняшний день, сколько людей хотят читать Куран, и так, вот ко мне даже приходит, например, я хочу научиться Куран читать, он приходит, один-два занятия, потом пропадает, потом опять через полгода появляется, потом опять заново начинает, а его уже те, кто с ним начинали, они уже, может быть, там несколько джузов Курана выучили, то есть он тормозит, он даже не развивается, все, научился читать Куран, Машаллах, думал, достиг предела, подожди, ты научился, или люди думают, вот хадис Куран у нас, как обычно, о, весь Куран Иисус знает, да, Машаллах, это авторитет, конечно, это мы тогда думаем, но это, если честно, это каждый мусульманин должен весь Куран знать наизусть, это же его, так скажем, программа его жизни, то есть это навигатор, прямой навигатор в рай, что дозволено, что запрещено, и люди думают, если Куран выучил, все, он достиг предела, нет, выучил Куран, изучай карааты, после этого изучай неправильные карааты, то есть дальше, дальше нужно постоянно, нельзя останавливаться, что-то ты взял и тормозить нельзя, нужно постоянно, постоянно, постоянно наращивать базу своего вот этих знаний, и постоянно нужно, то есть есть куда идти вперед еще, то есть если весь Куран выучен, если Сахай Бухар выучен, не значит, что все, уже все знания взял, нужно всю жизнь учиться, 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 стараться.